Здравствуйте! Многие наши зрители спрашивают, нужно ли поститься детям и как приучать их поститься. И если мамы не разрешают, а дети хотят поститься, что делать? На эти вопросы отвечает настоятель Никольского храма города Ульяновска Иерей Андрей Кирюшкин. Я буду брать пример из своей жизни, потому что родители у меня не уцерковленные. То есть такое понятие, когда человек в церкви не пребывает, обычные советские люди. Поэтому передо мной стоял тот же вопрос, как начать духовную жизнь, как поститься. Если в этом необходимость, как на это посмотрят мои близкие. И, естественно, тот же вопрос задавал сам себе. Со стороны взрослых двоякий подход к этому имеется. Если человек воцерковленный и имеет опыт духовной жизни, я имею в виду взрослых, то и детей они тоже как-то мягко в это вводят постепенно, без перегибов, без фанатизма. Сначала предлагают отказаться от мультиков, от конфеток. А потом уже, если ребенок желает, если ему это нравится, если он сам находит в этом духовную опору, тогда он сам входит в это постепенно. Конечно, принуждать или запрещать вот таких жестких слов, наверное, сказать нельзя по отношению к детям. Как и психологи рекомендуют никаких перегибов в воспитании детей не допускать. Так же и рекомендовать, говорить, обсуждать совместно. Конечно, если ребенок имеет физические нагрузки, учится, учет бывает тяжелое, питание там разное бывает и несбалансированное. Поэтому о посте здесь немногие задумываются. Но если кто-то из детей задумывается, можно как-то скорректировать этот пост, чтобы он был и не в ущерб здоровью, и в то же время приносил некую духовную пользу. Ну, например, не обязательно воздерживаться от молочной или мясной еды, а, например, ограничить на время поста сидение за планшетом или компьютером. Ведь это сейчас беда для современного человека, не только для взрослого, но и для детей, для всех. Поэтому пост — это время, когда мы, прежде всего, учимся воздержанию. И неважно, в какой мере это воздержание будет, в каком количестве, важно, чтобы оно было. Поэтому тоже касаемо детей. Если вы церковленная семья, верующие родители, тоже это все гармонично, постепенно. У меня двое детей, но, естественно, они сейчас в таком возрасте постятся только духовно. То есть ограничение от мудфильмов, где-то от сладостей. Опять же, рассказывают, для чего это нужно. Ну и, разумеется, они не соблюдают полный гастрономический пост. Просто было бы со стороны родителей, наверное, неразумно вталкивать детям то, с чем они пока не имеют знакомства, не согласны. И вообще просто по наитию родительскому. А здесь, конечно, необходим подход такой разумный. Вот поэтому в этом смысле во всем должна быть мера. Господь нас ведь не призывал вот к этим гастрономическим ограничениям каким-то особенным. Он нас призывал, что мы должны поститься и молиться, чтобы не войти в напасть, чтобы победить свои страсти. А в каком это количестве будет, и в каком качестве конкретно для каждого человека, я думаю, надо определять как-то соразмерно его силам, соразмерно его духовному возрасту, соразмерно его представлением вообще о вере. Поэтому крайний аскетизм, а аскезов в переводе с нашего богословского языка, нравственно это воздержание, вот это воздержание должно быть соразмерным. Субтитры создавал DimaTorzok